Чуть был. По сути, была семья Светанов. Хозяин дома, неужто ты был таким ублюдком? Ну ты урод, конечно, блин! Привет всем, ребята! Это Дима Масленников. И сегодня у нас просто невероятный эксклюзив. Это жуткая история про очередной дом с паранормальными явлениями. Я так вам скажу, я эту историю уже частично слышал. И она навевает на меня просто какой-то неповторимый ужас. Поэтому мы сейчас приехали в Воронежскую область, чтобы провести ночь в этом жутком месте. В общем, в этот раз легенда связана с деревенским хутором. То есть это дом либо небольшое хозяйство, которое стоит в отдалении от деревьев. Вот эта семья, которая там проживает, с социумом особо не контактирует. Само по себе. И вот местные жители связывают несколько баек как раз с такой семьей. И эту семью окрестили сектантом. Самое главное, что дом, в который мы сейчас приедем, он практически не тронут. То есть там вещи этой семьи, мебель этой семьи. И там практически ничего не растащили, потому что люди реально опасались этого места. Ну почему, почему так всегда, чувак? Я просто, чтобы вы понимали, я узнал то, что там сектанты жили буквально вот три минуты назад. Когда он сказал это на камеру. Мне просто кажется, что это круто, потому что такого не было у нас еще. Мы с таким не сталкивались. Ну ладно, пусть Рэм расскажет, реально. Блин, ну ты чего? Так, стоп, вот он. Вижу. Охренеть, смотри, как он выглядит старинно. Не, смотри. А что это за хишка вообще такая лютая? Я не понимаю, я такое увидел только, наверное, в фильмах где-то. А посмотри вон туда вот. На дереве, видишь? Тряпки какие-то висят? Да. Я не думаю, что тряпки с тех времен висят. Потому что за 40 лет, мне кажется, там все сгнило уже. Все равно неприятно выглядит. Разбордачиваемся. Ладно, ты сейчас пока, я-то просто историю знаю. этого места, а ты ее не знаешь. Ты молодец. Сейчас тебе Рэм все расскажет, а ты обоссышься. Ой! Откуда там пес? Я не знаю. Там кто-то живет? А Рэм не там сейчас? Ну, машин-то его нет. Даже верно. Так. Ты добрый? Он тебя боится. Или не дох, блядь. А-а-а. А кто хозяева у вас? Ну, там никого нет вроде. Только собаки? А как они живут здесь просто? Я не знаю. А-а-а! Твою мать! Ты заснял? Конечно заснял! Я стою, он начал. А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! Твою мать! Ты заснял? Конечно заснял! Я стою, он начал вот так. А-а-а-а. Рэм что-то запаздывает. Мы без него не решились в дом ходить, но вроде из него никто не убегал. Здорово. Здорово, Рэм. Как добрались? Замечательно, ну чуть пораньше тебя. Давай все, пошли. Слушай, вопрос. Там вообще животные ходят? Нас собака встретила здесь, кошка. Вообще, очень как-то странно. Вся живность с округи лежит именно сюда. Вся живность с округи? Ну я имею в виду бродячие. Собаки, кошки. И мы в том числе, нет? Подожди, мы просто, я побоялся входить, потому что боялся, что там какие-нибудь бомжи тусуются. Вариантность есть такая? Нет, такой вероятности нет. Сюда местные вообще не ходят, а не местные сюда, ну, скажу так, это место знают только местные. Он прям недоволен, что мы пришли, если честно. Ну, их не влаги, нет. Так, вот это, я понимаю, основной дом, про который ты рассказывал. Да, да, именно он. Да, все, это вся система безопасности тут? Да. А вы что думаете, сюда ходит кто-то? Хо-хо-хо, ребятки, нет. Че, как воспоминания? Хо-хо, не очень приятные. Бля, это та дверь-то? Да, это та комната, где... Так, стоп, 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 не рассказывай, давай вот сейчас по порядку судорожи ничего не знают, сейчас по порядку ты все расскажешь. Ну, как местные рассказывали, что в 60-70-х годах сюда переехала семья. Так. Муж, жена и дочка. Поселились в этом доме, дом на Атшибе. Угу. Семья велась странно, очень странно. То есть, они лежали собособленно. И каждое утро они всей семьей ходили вот в тот лес. И получилось так, что один прекрасный день также пошли. Проходит время, возвращается только глава семьи. Проходит день, проходит два, проходит три, остальных членов семьи нет. Ну, естественно, жители стали как-то не успокоиться, в чем дело. А ему типа нормально. А он как жил, так и живет. Вызвали место участкового. Участковый приехал, посмотрел, позвонил в район. Угу. Из района на Громово КГБ, как сказали. Дом уцепили, стали проверять. Прошло какое-то время, они резко собрались, прекратили все раскопки и уехали. Дом остался нежилой. Этого отца семейства забрали, допрашивали, по всей видимости. Но когда Газельских не было, он вернулся обратно, как ни в чем не бывал. Он стал жить дальше, вести хозяйство, сделал небольшой ремонт в доме. И, ну, не проявлял никакого беспокойства, что его семья пропала. А, стоп, так, подожди. Получается, он отвел свою семью в лесок. Да. Ну вот, а тут вернулся один. Да. Все, приехал в КГБ, все это осматривало, изучало, ничего не нашли. Ничего. И вот. Да. Четко. Так, получается, ты, 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 ты готовься. Эту часть я более-менее знал. Погнали дальше. Так, давай, может сядем куда-нибудь? Ну, смотри, чувак. Можно я стоя буду рассказывать? Неохота мне садиться здесь. Почему? Ну, не хочу. Честно, я... Так, стоп, подожди, нам здесь ночевать, чувак, давай это. Ну, это мои воспоминания, я, ну, неприятно, честно. Ты че? Прошло лет 15-20, и также один прекрасный день, одно прекрасное утро, он встал и пошел в лес. И не вернулся. Подожди, он, он не вернулся, а его нашли там? Нет, нет. Угу. Пошла молва, что с семьей что-то не так. Какие-то, может быть, акулы, может быть, что-то еще. Что-то они, или по что-то верили, практиковали, ну, это непонятно. По сути, была семья сектантов. Ну, можно так сказать, да, семья сектантов. Где-то в середине девяностых сюда стали приезжать, как бы, на работу. Помогать по сбору картошки, свеклы. И люди, которые останавливались, достаточно... Да! Ну, блядь! Ну, ты урод, конечно, блин! Иди в задницу, блин! Ну, просто он с камня садится на эту кровать, так. Подожди его, я сейчас... Стой, секунду, у меня... Видишь? Батарейка. Хотя тут полная. Батарейка прислала? Батарейка села. Она полная была только что. Смотри, вот. Я ее сейчас... Переменял, поменял аккумулятор. Может, из-за того, что я здесь пилот, ты ее дернул? Нет, оно вот на месте все, оно фиксировано. Подожди, подожди. Смотри. Как это? Я не знаю. Ну, может, аккумулятор отходил, там, контакт какой-то у него. Ну, вообще, пишет сейчас полный заряд. Да? Ну, замечательно. Хорош! Вот. Сюда приехали на работы. И остановились, как дом заброшен. Остановились в этом доме. Но буквально через две ночи похватали все вещи и просто свалили отсюда. А ты когда сделал? 98-99 год. Мне лет 15-16 тогда было. Мы приехали сюда пособирать грибы, пожарить шлыка, отдохнуть. Ну, ты знал, что здесь такое. Да, я знал, нас предупредили. Но в то время я как-то скептически ко всем относился. Ага. Именно до того момента. Так, вот. Остановились мы непосредственно. Той помню. Первая ночь была не такой уж какой-то подозрительной. Но потом днем мы пошли погулять, что-то тут походили. Я уже точно не помню. Помню то, что я захожу в дом. Захожу и прохожу вот так вот. По-моему, вот так я шел. Да, вот сюда я шел. Блин. Ну, с тех пор я вырос. И боковым зрением я как будто кого-то увидел. Я повернулся резко. Все. Единственное, что я помню, что немножко вот так вот заколыхалась шторка. Вторая ночь. Получилось так, что мы брали с собой что-то типа спальных мешков. У меня лежал слева. Двое моих друзей лежали по той стороне. Я был в кедах. Кеда поставил около мешка. Все лег. Естественно, когда я ложился, я все это расшнуровал. Просыпаюсь утром. Все мои шнурки узелками, 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 узелками завязаны. До конца. На тобой не могли прикольнуться, друзья? Я спросил ребят, ну, да это ненормально. Они говорят, ничего. Они говорят, это не мы. Ну ладно, окей. Хорошо. Но больше мы не смогли после этого удерживать. Собрались и быстренько отсюда в туалет. После нас здесь еще были ребята. И по рассказам уже ихних, вещи проходили, ну, что-то... Да и ладно, нормально. Происходил. Происходил. Ну, и на самом деле, это очень неприятное ощущение. Зашел парень. Они приехали сюда. Остановились также в этой комнате. И стал заходить. Открывает дверь. И кто-то сидит за веретеном. И работает плечо-то. Ну... Пурашки пробежали. Получилось так, что им нужно было еще и оставаться. Ага. На несколько дней. И они заколотили нахрен вход в эту комнату. Что, подожди, это вот с того времени она заколотилась? И они остались тусоваться вот в этой комнате. Но что самое страшное, что когда они заколотили эту дверь и остались здесь, из той комнаты стали слушаться шорохи. Но не такие шорохи, как мышки там, да? А именно, как... Это прям очень жестко. Sorry, sorry, но... Да я сам, ты... Да не писать. Когда это все переживаешь, я тебе говорю, что на самом деле для меня вот с тех пор, это не сказать, что какая-то травма детская. Но моя вера в это появилась. Теперь я... Я теперь краем глаза вот туда, смотрите, шторка. Так, подожди, еще раз. Это, ты сбился, это шорохи? Что, что и что, что? Шорохи, голоса непонятные, стук, такое чувство, что, как они говорят, что какое-то передвижение мебели. И это... Стоп, 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 что это было сейчас? Стоп, что вы этого не слышали сейчас? Чувак, я надеюсь, что это будет слышно. Вот с этой стороны, где-то снизу вот так было. Я тебе... Я очко ставлю тебе сейчас. Сейчас важный момент. Рэм почему-то про это не говорит, но когда мы были дома, он мне про это рассказал. Я так понимаю, что вот в этой комнате все сохранилось с этого мужика. Абсолютно все. И там есть элементы, которые еще до ремонта, которые подтверждают, что он был странненьким. Да, там есть такие элементы. И это очень непонятные, странные нацарапки, вырезы на стене. Пацаны, это что такое? Да. В углу. Тряпки. А в чем эта тряпка? Это какая-то, я не знаю... Ну, что ты хочешь сказать, кровь? Я не хочу сказать, я хочу убедиться, что это не кровь. А как ты убедишь, что это не кровь? Ну, вообще, похоже, на самом деле, бурые петли такие вытаскивают на кровь, пожалуйста. Ну, по запаху ничего, у нас все закрыто. То есть икона закрыта окровавленной тряпкой. Отлично. Ну, я думаю, это не окровавленная тряпка. Ну, хорошо. Ну, это выглядит как... Ну, это реально, ну... Просто грязно. Хорошо. А зачем она закрыта? Тут вопрос другой. Если мы говорим, что здесь, типа, сектанты жили, почему здесь икона? Не-не-не-не-не, дружище. Чувак, ну, это чисто. Это кровь. Я тебе сто процентов говорю. Почему такое? Ну, видел я такие пятна во время службы. Смотри прям... Это запекшаяся, тем более, кровь. Это кровь. Короче, мне что-то становится не очень комфортно. Как хочешь. Я... Не знаю. Что, давайте открывать. Но сначала... Да ты еще разрешите войти, скажи. Тебе кто-нибудь есть? Уже в стольких домах сидели и с Ванечкой общались там. Ну, в дом станистов, смотри. Что поделать? Ой, дай бог, чтобы станистов... Так. Он серьез? Ты уверен? Ха-ха-ха! Абсолютное лицо! Да, я зайду. Че, блин? Мать твою! Бля, какой запах запах тут. А, ты вот говорил про вертиной вот с этого угла как раз. Я вот здесь ничего не знаю. Откуда мы с тобой услышали? Ну, вот снизу. Помнишь? Да, вот. Ну, 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 сейчас. Прошу вас. Смотри вниз. А, чувак, слушай, иди сюда. Блин, я тут прям вообще... Ты че? Ты че? Смотри, ладно. Слышишь? Иди сюда. Ты че? Ну, куда, блин, приехали? Что это было? Это ты нажал? Ну, куда, блин, приехали? Ну, куда, блин, приехали? Ну, куда, блин, приехали? Что здесь было? Я не понял. Кто? 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 Кто на что нажал? Звук... Стоп. Я че? Я один это слышал? Я не слышал. Ты нажимал ничего. Ты слышал? Я отвернулся в эту сторону. Ты не гоните. Я тебе отвечаю, что не слышал ничего. Если ходила молва, что здесь типа неадекваты живут, то это могли сделать и постфактум. Что это такое? Это крест? Так, мы все нажимаем назад положим. Смотри. Еще одно? Слушай, они везде тут, чувак. Ну, смотри, вот они вот здесь стоят. По окнам. Получается, вот типа все окна они стоят. Я техниму? Ну, вот еще одно. По сути, если тут реально занимались оккультизмом, тут намного больше должно быть всего. Хотя с другой стороны, если люди пропали, там могли и забрать все. Что это, чувак? Это крыло вороны. Не, ну... Фу. Важный момент, кстати. Я предлагаю, наверное, не отопить печь. Помнишь, каждый раз, когда печь мы активируем, она разогревает дом, древесина естественным образом по своим физическим свойствам нагревается, расширяется и начинается просто звуковая симфония здесь. Я предлагаю в этот раз потерпеть, но в холоде ночь провести. Закрывайте. Понял. Брат, заколачивай дверь так, чтобы у нас практически не было возможности выйти, чтобы здесь не случилось. Понял, принял. Тревога! Что случилось? Всеобщая тревога во Free Fire в бесплатном мобильном шутере в стиле Battle Royale происходят какие-то невероятные вещи. Игрок, как обычно, попадает 49 оппонентами на Большой остров, и вы прекрасно знаете, что для победы надо остаться единственным выжившим, используя огромный арсенал холодного и огнестрельного оружия, транспорт и элементы местности и, самое главное, ум и хитрость. Но в этот раз это далеко не все, потому что, по нашей информации, с 10 по 24 октября во Free Fire идет экстраординарное событие. Совместный ивент с новой частью фильма Веном. Нас захватывают симбиоты? Да, каждый день участники будут получать крутые и уникальные награды. Абсолютно все предметы в рамках события будут бесплатны и доступны абсолютно каждому через внутриигровые миссии. И еще момент, во вкладке «Активность» будет доступна мини-игра с возможностью выиграть скины на оружие и внутриигровые бонусы. А сами симбиоты появятся на привычных всем элементах игры. Локациях на карте, самолете, токенах и аирдропах. Смотри, Веном уже среди нас. Просто примите хаос. Скорее врывайтесь в Free Fire по ссылке в описании. Не пропустите ивент с Веном 2 в самой популярной мобильной игре 2020 года. ПЛАКТЕМА ВЫРА ДОБИН СТИТ ПЛАКТЕМА Есть реакциях на гранте. У certy ну что мы начинаем эксперимент в замкнутом пространстве заперты снаружи в помещении где по заявлению очевидцев происходят какие-то паранормальные явления че вообще думаешь что обо все истории до хрен узнать мне кажется процентов 70 придуман остальное все может соответствует реальности вполне возможно что был мужик который завалил свою семью то что у маньяков огромное количество бывает относительно того что рэм видел здесь я сначала подумал про сонный паралич что возможно ему показалось вот в таком пограничном состоянии между реальностью и сном но он говорит что это происходило днем это вот вопрос может быть просто игра в может быть ты тоже слышал что да где кто-нибудь есть что вот реально меня напрягает это то что комнату заколотили значит была какая-то веская причина заколачивает хотя с другой стороны могла быть ситуация что пришли ребята увидели заколоченные двери и к этому типа придумали историю по кутбайку на причину заколачивать дверь ну чтобы не залазили это не знаю не разворовывали я предограды залиться Хозяин дома Дай знак Хозяин дома Неужто ты был таким ублюдком Что отвел свою семью в лес И там оставил Дай знак Это у тебя было сейчас? Нет Это ты тоже слышал Что-то упало Да, но это не у нас А где? На кухне? Походу Включи-ка камеру Сейчас Сейчас Тихо цить Давай, отсюда Насколько ты охерял бы, если я так Хоп, и там в лицо что-то Сзади Чего такое? А, это это упало? Свет упал, да Фу Чувак, так звук отразился Мне показалось, это от двери Сука Я когда тебе сказал сзади Ты бы увидел свое лицо Слушай, ну вернемся к лицу Из-за шторки я бы охренел Ну что там? Да, пройди сюда же сам Я занавешивал икону? Да Икону я занавешивал? Да А, ну вон она Стоп, я занавешивал даже Мы ее рассмотрели и ты обратно повесил Чувак, она просто внизу Упала? Упала? Упала Упала Я думаю, вот она упала А почему она упала? Ты нормально же повесил, вроде нет? Ну, не знаю, мне кажется, я мог ее не так хорошо повесить У меня мурашки Тихо, тихо, тихо ты Что ты делаешь? А сейчас дашь знак? Знаешь, в такие моменты прям доли секунды работает, а потом... Угу Это подо мной было? Да Да Это что было? Мышка, может? Уйди, мышка Что там? Никого нет А поднови, поднови Может, ты знаешь, что здесь? Ногу убери, пожалуйста, Тим Подтвою ничего нету Стой А посмотри под свою со светом Там дырочка какая-то, горшки Какой-то аппарат стоит Дырочка, может, оттуда мышь? В общем, посмотрели вниз, а тут вот такие вот горшки Явно как будто запечатаны Достанешь можно? Ни хрена они там Ну-ка стой, дай я зеленку вырублю Оп Сверху дай Это в чем он? Какая-то газета Не знаю, он какой-то, смотри, он чем-то прям это Это воск Это не закатка Это не закатка Что там? Ой Что там? Что такое? Чем-то странно пахнет Странно? Это фасоль 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 Какая-то фасоль какая-то Братан Это очень странная закатка Знаешь что это? Это свеча Закатка со свечками Да это просто вот Игрызкие свечки Что это церковные свечи? Это жесткая хера Ты просто Зачем? Давай еще достать Подцвети Да Их там шесть А вот это приличный закат Абсолютно то же самое Не только кусочки Какой-то посуды Блин Все такая херня Что еще свечки? Это не свечки А у тебя есть это Ты говорил спирт есть? Ну антисептик есть Я вам Рэма принес или нет? Есть антисептик? Эээо Ну я точно Да точно клава у меня в чемодане есть Принеси антисептик Зачем? Что такое? Принеси антисептик Он точно будет нужен после того,как я вот это в руки возьму Я только не говорю, что нет, а садик. Не, есть. Давай, посоветуй. Так, я сразу тебе говорю, тебе не понравится содержимое. Я тебе отвечаю, тебе не понравится содержимое. Что там? Я прям салфеткой буду трогать. Твою мать. Кажется, мы нашли остальную часть ворона. Чувак, это ужасно. Какой кошмар. Ну, там, там все остальное. Ну, это, конечно, преспал. Это... Вот это, вот это странно. Может, не будем следующий открывать? Ну, если это реально, типа, вещи сохраняясь с того времени, тут жили очень странные ребята. Пока все сходится, чувак. Я не представляю, какому здоровому человеку придет в голову хренеподобную херню у себя дома. Ну, тут, возможно, реально во что-то определенное верили. Видишь, еще содержимое разное. Если мужик пропал, сто процентов должны были приехать. Приехать полиция, как минимум, и изучить вопрос. Если бы полиция приехала, она, как минимум, бы забрала в эти... В вещдоке. Человек пропал, по сути, они должны были здесь все просмотреть. Может, никто заморачиваться просто не хотел? Никто заявок не писал? Ну, типа, из серии. Он не пропадал, уехал просто, и все. Дом оставленный остался. Мне кажется, это все больше на байку похоже. Ты чего шумишь? Сори, ну... Я не знаю, чем мы дольше здесь находимся, тем как-то непонятно все. Слушай, чувак, у меня что-то башка кружится. У тебя тоже есть? Башка кружится. Есть, есть, есть такое ощущение. Да, ну такое, знаешь, типа... Как будто я... На чем-то катался вот немного. Как на карусели, да? Пипец, неприятные ощущения. Может, из-за того, что здесь воздух такой. Может, здесь плесень какая еще. Может, мы не ели давно. Ну, дай пахаю. Давай. У нас там ништяков, нормально так. Ну да. Давай, держи. Ух. Хм. Хм. Ухм. 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 На что было похоже на армянскую? Раз, два, три, стекло. И жрёт спокойно дальше, тебя вообще не волнует, что ли? Знаешь, насколько репово, если под мы стоим, а кто-то за нами наблюдает сейчас из-за окна. Стой. Подожди. Какая стремота. В камеру, посмотри. Блин, это киска. Жесть. Я не знаю, в общем, одно могу сказать точно. Вкусно. Вкусно, пиздец. Вкусно, пиздец. 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 Хозяин дома. Вкусно. Это что было сейчас? Это что сейчас было? Какого чёрта, блин? Ты до упора первый раз перемотал? Да, конечно. Хозяин дома. Чё это пиздец. Ну, Вилл, я до упора мотал. Я не знаю, на камере это видно будет, но я до упора мотал. Чувак, мне очень не по себе сейчас, у меня мурашки по всему телу. Ну, вообще, мне кажется, это может какая-нибудь старая запись моя на стопе, потому что не всё как будто мной. Ну, ты до стопа перемотал. Хозяин дома. Не может так плавно переходить. Да. Чувак, это запись. Это запись, которую мы сделаем. Слушаем ещё раз, блин. Хозяин дома. Давай знак. Так, ещё раз назад, на самый. Я не помню. Да ещё раз, включи просто, я сейчас. Ну, не может так переходить запись. Это очень похоже как будто диалог. Мы, может, с тобой говорили в этот момент? Нет. Я уверен, мы с тобой не разговаривали. Тут шёпотом прям. Какого-то про котика он говорит, кстати. Послушай. Хозяин дома. Если это дефект записи, но это пи... Это пи... Вот, ребят, надо, чтобы вам слышно было вот прям. Хозяин дома. Хозяин дома. Сколько, представься, сколько здешней пыли. Мы сейчас на это накрутили. При свете будем спать? Придётся, а то камера не уловит ни хода. ПОДПИСЫВАЮЩЕЙСЬ. АПЛОДИСМЕНТЫ ВОЗИТАЛЬНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...